Письмо. Исповедь Анастасии Матвеевны Рылеевой. Материнским страхом. Да будут ясны и смелы каждый твой шаг и каждое помышление. Но ты ли сам или кто другой развернет когда-нибудь эти листки, знайте, что все написанное мною святая правда. Именем твоим клянусь, сын мой, а ты знаешь, что у меня нет никого и ничего дороже тебя. Я была матерью четверых детей, родившегося до моего дорогого конечки, и все они умирали в младенчестве. Как я молилась, как я просила Господа Бога сохранения им жизни. И когда я увидела крест на последней свежей могилке, последнего из них, я не могла встать с колен. Я упала головой на маленький холмик, охватила его руками и молила. Нет, требовала, требовала живого ребенка, живого здоровенького. Да, живого. И я вымолила его у Бога. Родился мой конечка. Батовский священник сельский сказал мне, поступите по старинному нашему простонародному обычаю, не гонитесь за знатными коломьями, не ищите сильных покровителей мира сего, дайте Всевышнему выбрать духовных родителей вашему детятелю. Когда понесут его крестить, пусть возьмут в восприемники от купели первых встречных, мужчину и женщину, и нареките ему имя, как покрестному, которое пошлет вам Бог. В отчаянии, которое сменилось надеждой, мы с мужем так и поступили. Когда ребенка вынесли на дорогу, то первый, кто там встретился, наша матушка. Был отставной солдат на деревянной ноге и старушка нищая. Мы с мужем одарили их, как могли, усадили как хозяев за крестильный стол, и они стали нашими кумовьями. Служивого звали Кондратьем, так мы и назвали нашего сына. Конечка остался жив. Три года я была счастливой матерью. Конечка рос хорошо, радовала меня. Наш домашний врач, доктор, радовался вместе с нами. И вот новое горе пришло в наш дом. Конечка тяжело заболел. Круп. Он метался в жару, никого не узнавал и задыхался. Наш врач сразу попросил созвать консилиум. Приехал известный доктор из Петербурга, осмотрел конечку и молча вышел из комнаты, разговаривая только с нашим врачом, а уходя с козял Федору мужу. Бывают чудеса. Если вы набожные, молитесь. Со мной врачи не говорили, разве мне нужны были слова. Я же мать. Я и так понимала, что мое дитя обречено. Мой конечка, мое счастье. Единственное, кому нужна была моя жизнь. Наступила ночь, как считали врачи, последняя ночь моего сына. Я отпустила мамушку и осталась одна у его постельки. Ребенок продолжал метаться. Он весь осунулся. Личико его посинело, а из горла слышался свист, сменявшийся страшным, заставлявшим сжиматься сердце хрипением. Матери, мне неведомые и мои современницы, и те, которые, быть может, еще не родились, вам пишу я эти строки. Всем вам и счастливцам, которые растят здоровых и крепких детей, и тем, которые слышали предсмертный хрип своего ребенка, вам, говорю я, поймите меня и, прочитав все, что я пишу дальше, не осудите. У меня умирал мой единственный сын, моя надежда, моя радость. Где искать защиту от злой судьбы? В чем или в ком ждать спасения? Неужели тогда, на могиле моего ребенка, затем и вымолила я его, чтобы через три года утратить этот чудесный дар, вновь рожденный при жизни? Не может этого быть! Это слишком жестоко! Ведь мы именуем Всевышнего Человеколюбцем, призричь Человеколюбщина, скорбь мою истинание, моё молимся мы. Вот оно, спасение! Только в милосердии Божьем, только в нем. И я упала перед иконами, висевшими в прежнем углу. Как я молилась! Никогда в жизни, ни до той ночи, ни позже я не знала такого состояния. Поистине, в тот час я была не в себе. Тогда вся душа моя была полна мольбы и надежды. Не заученные молитвы повторяла я, а скорбь матери говорила за меня. Я не знаю, что случилось со мной в тот час, но душа моя возмутилась. Я протянула руки к Богу и закричала, всемогущий Боже, ты сам молился в садуге в Симанском, если возможно. Да минует меня чаша сия. Пойми же и меня в моей скорби все страдания, которые ты захочешь послать. Извергни на меня в моей скорби, но спаси жизнь моего сына. Ты учил нас молиться, да будет воля твоя. Но я говорю только в единственном числе, да будет моя воля. Верни мне, сына, утверди волю мою. Теперь скажи мне, да будет воля твоя. Я не знаю, сколько времени я простояла перед иконами. Я даже не знаю, где я была, только не на земле. И вдруг я почувствовала неестественное забытье, какой-то странный необыкновенный сон. Заснуть, когда умирает мой конечка, мой сынок, да разве можно? Я поднялась с колен, взглянула в последний раз на образ ангела-хранителя, зажженной свечой в руках, висевшей с другими иконами, и прошептала. Не знаю, сколько времени прошло, что было дальше, кажется, я сидела, склонившись над умирающим ребенком, и целовала его худенькие, судорожно сжатые ручки. Как вдруг оттуда, где я только что стоял на коленях, раздался голос. Опомнись, женщина, ты сама не знаешь, о чем просишь у Господа. Я обернулась и увидела ангела-хранителя, стоящего с горящей свечой предо мною. Киот, в котором висела икона, был пуст. Как странно, я даже будто так и должно быть. Не испугалась, глядя на нее, я только сложила в мольбе руки. Опомнись, опять заговорил ангел, и в его голосе я услышала скорбную каризму. Не моли о выздоровлении сына, Бог Всеведущий. Он знает, зачем должна угаснуть эта жизнь. Бог милосерден, и Он хочет избавить тебя же от ужасных страданий. Но страдания ждут не только тебя, будет страдать и твой сын. Хочешь, я покажу тебе, что его ждет. Неужели и тогда ты будешь упорствовать в слепоте своей? Да, хочу, покажи все, а я и тогда буду молить. Буду молить Бога о жизни моего сына. Да будет воля моя. Следуй за мной, женщина. И ангел словно поплыл предо мной, паря в воздухе. Я шла, сама не зная куда. Я проходила длинный ряд комнат, отделенных друг от друга, не дверями, а толстыми темными завесами. Перед каждой завесой ангел останавливался и спрашивал меня. Ты упорствуешь? Ты хочешь видеть, что будет дальше? Да, отвечала я. Да, я хочу видеть все, я ко всему готова. И тогда ангел отодвигал следующую завесу, и мы входили в следующую комнату. И голос ангела становился все строже, и лицо его, когда он поворачивался ко мне из скорбного, становилось грозным. Но я шла дальше без колебаний, а шла за жизнью моего сына. В первой комнате, куда я пошла, я увидела моего конечку в кроватке, где он уже не умирал, но тихо спал, румяный и здоровый. Я протянула к нему руки, хотела броситься к нему, но ангел властно простил руку свою и позвал меня с собой. Во второй комнате я увидела моего мальчика отрока. Он сидел за столом, он учился, что-то читал, увлеченные книги, и даже не поднял на меня глаза. В третьей комнате, которую мы прошли очень быстро, я увидел его юношей в военном мундире. Он шел по городу, который мне был неизвестен и казался чужестранным. Коня промеркнул мимо и даже не остановился ни на минутку. Он не видел своей матери. В четвертой комнате я увидела его совсем взрослым в гражданском платье. Он был чем-то занят. Мне показалось, что он был на службе. Мы вошли в пятую комнату. В ней было много народу. Совсем незнакомые мне люди о чем-то говорили. Спорили, было шумно. Но вот поднялся мой сын, и как только он заговорил, все сразу замолчали, все слушали его с великим вниманием, и я бы сказала с восторгом. Я слышала его голос, он говорил громко и отчетливо, но я не усваивала ни одного слова, я не понимала. И ангел уже подводил меня к следующей завесе. И когда он обратил ко мне лицо свое, то я ужаснулась его грозной силе. «Сейчас ты увидишь ужасное», – сказал он сурово. «Это ужасное ждет твоего сына. Отдумайся, пока не поздно. Если ты войдешь за эту завесу, все предначертанное совершится». «Вот, я повею крылом, и свеча угаснет. С ней же угаснет жизнь твоего ребенка, и он избавлен будет от мук и покинет землю, не зная зла. Хочешь ли ты видеть то, что сокрыто за этой завесой?» «Бог милосерд, – сказал ты, – он пощадит нас, – хочу, веди меня, да будет воля моя». Отвечала я и пошла вперед. Ангел раздернул завесу, и за ней я увидела виселицу. Ужас сковал меня. Я вскрикнула и проснулась. Или, вернее, пришла в себя, очнулась. Я сидела все так же, склонившись над кроваткой конечки. И рука моя оказывается держать перо, но я должна дописать все. Сын мой, радость моя, единственный мой, он сладко спал, повернувшись ко мне личиком, и тихо, спокойно дышал. Я не смела верить своему счастью, а счастье было так велико, что заслонило с собой все страшное, что я видела в ночные мгновения и видениях. Я только плакала и благодарила Бога. А потом, потом начало постепенно сбываться все, что я видела в ночные часы, что показал мне в ту ночь грозный ангел. Никому я не рассказывал о моем сне, я сама боялась вспоминать о том. И только один раз вздрогнуло мое сердце, когда коня служил в армии и с войсками нашими, изгонявшими Наполеона, проходил через европейские государства. Он задержался в Дрездене у родственника нашего Михаила Рылеева, бывшего тогда комендантом этого города. Сын мой отличался остроумием и насмешливостью, и очень скоро посыпались на него жалобы от проживавших там русских. По молодости своей и нраву, склонному к знаниям гуманистическим, он писал эпиграммы и сатиры на укрожавших его в обществе. Михаил Николаевич, приходившийся ему двоюродным дятей, вызвал его, кричал на него и велел ему в 24 часа покинуть город. «Иначе я отдам тебя под суд и расстреляю», – сказал он сыну. Конечка же, смелый на язык, ответил ему, «Не пугайте, любезный дядюшка, кому быть повешенным, того не расстреляют». «Что же, сын мой, чувствовал ты или знал, не тогда ли, когда ты метался в жару на пороге смерти, задыхаясь от удушья? Мучили твою детскую душу те же видения страшные, как и мои твоей матери, которые ты не узнавал в бреду жарком? Кто ответит мне на это?»